Привет! Привет! С вами Кристина и Алина. Это второй выпуск подкаста «Понятный русский». Сегодня мы говорим о транспорте, о том, куда мы часто ездим и ходим. Готовы? Поехали! Представляешь, я живу в Санкт-Петербурге, но очень редко хожу в театры или в музеи. Я тоже, но иногда, когда есть хорошие спектакли, я обязательно покупаю билеты. А музеи я не очень люблю. Ну, не знаю, в Петербурге есть очень интересные музеи. Я уж не говорю об Армитаже. Но вот недавно я ходила с сыном в музей железных дорог. Это просто потрясающее место. Всем рекомендую посетить. Я ходила в этот музей с классом, когда училась в школе. Сейчас, когда у меня есть свободное время, я предпочитаю ходить в интересные рестораны или на концерты рок-музыки. Не, на концерты я никогда не хожу. Не люблю громкую музыку. Когда у меня есть время в выходные, я еще люблю ездить за город, на природу, на озеро. Люблю гулять в лесу, дышать свежим воздухом, летом плавать в озере. А ты уже ездила в Пушкин, Петергоф, Павловск, Гатчину? Все знаменитые пригороды Петербурга посмотрела? Нет, ты знаешь, не все, к сожалению. Я раза три уже ездила в Петергоф. Обожаю это место. Там очень красиво. Конечно, еще была в Пушкине. Но вот в Павловск и Гатчину пока не ездила. Обязательно поеду в следующий раз, когда будет время. А я вот недавно ездила в Павловск. Там один из самых красивых парков региона. Обязательно посмотри его осенью, когда все деревья красные, желтые, золотые. Очень красиво. Хорошо. Я уже начала писать список мест, куда я хочу поехать в этом году. Я уже ездила в Великий Новгород. Мне так понравилось. А на чем ты ездила туда? Мы ездили с мужем на машине. Всего два часа езды. 150 километров от Петербурга. Да, это недалеко. Мы с мужем тоже обычно путешествуем на машине. Но если это недалеко, ездим на велосипедах. Ой, здорово. Тоже хочу купить велосипед и ездить на нем за город. Хотя я вижу, что многие люди предпочитают ездить за город на электричках. Да, конечно. Многие дачники так ездят из города в деревню. Я вообще люблю поезда. Романтика. Смотришь в окно, пьешь чай. Поспать можно, почитать. Красота. Да, не то, что на автобусе. Сидишь все время, ноги болят, шея болит. Неудобно. Да, я ненавижу автобусы, если ехать далеко. Лучше самолет или поезд. А в городе ты на чем ездишь обычно? Как до работы добираешься? На метро, конечно. Я живу рядом со станцией метро. Идти всего пять минут. Я тоже на метро или пешком, когда хорошая погода. Я люблю трамваи. Жаль только, что езжу на них редко. Да, на трамвае, если едешь, стоять в пробках не надо. Но ездят они очень уж медленно. Это для тех, кто никуда не торопится. Ну что, давай прощаться? Да, друзья, спасибо, что были с нами. Это был подкаст «Понятный русский» от Школы Златоуст в Санкт-Петербурге. Если вам нужна помощь в изучении русского языка, мы всегда рады помочь. Заходите на наш сайт zlat-edu.ru и наши соцсети. Мы есть в Фейсбуке, Инстаграме, Ютюбе и даже в Телеграме. До скорой встречи! Пока!